Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3, в горах минус 2, плюс 7. Днем плюс 2, плюс 7 и местами до плюс 12. Ночью и утром на дорогах гололидится. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1. Днем плюс 3, плюс 5. Ночью и утром на дорогах гололидится. Настоящая черкешенка так в личной беседе генеральный секретарь коммунистической партии Леонид Брежнев называл Мариат Черкесову. Стройную горянку депутата Верховного совета РСФСР, начинавшую свой рабочий путь со звеневой совхоза Хабески и ставшую впоследствии полным кавалером ордена трудовой славы. Знаменитую землячку на открытом уроке вспоминали ученики медицинского класса общеобразовательного лицея-интерната Аула Хабес. В числе гостей была и Фатима Даурова. У входа в школьный кабинет гостей встретила выставочная зона, представленная экспозицией с фотографиями, документами и книгами, раскрывающими жизнь и трудовую деятельность героини сегодняшнего занятия Мариаты Нусовной Черкесовой. Урок открыла учитель родного языка Элла Седакова. Доклады учеников 11-го медицинского класса отображали большую и проектно-исследовательскую работу, которую они провели вместе со своим наставником. Их выступления перемежались с воспоминаниями гостей о знаменитой труженице. Самое важное дело Мариаты Нусовны в том, что она была организатором труда. Она все-таки была организатором. Она могла так людей собрать вокруг себя и так организовать труд сельскохозяйственный, что они получали вот здесь, в совхозе Хаббески, урожай, который гремел на весь Советский Союз. Вспоминали, как в 1972 году на одном из партийных съездов к Мариат Черкесовой подошел тогдашний генеральный секретарь Центрального комитета социалистической единой партии Германии Эрих Хонекер. Снимок с их дружеским рукопожатием сразу же появился на титульной первой полосе крупнейшего информационного издания ГДР «Ноэс Дойчланд». Этот выпуск газеты специально был передан из Германии в Советский Союз, а затем и на малую родину Мариат Черкесовой в Хаббес к Адресату. Мариат Инусовна всю жизнь вроде бы занималась таким трудом, сельским трудом, но на самом деле она была аристократкой духом, потому что ее личность, ее жизнь вся, она как раз-таки под определение аристократа подходит. Аристократ – это тот, который думает о людях. Формирование личности, не лишенной исторической памяти, не освобожденной от культурных традиций, ответственной за историческое прошлое, настоящее и будущее – это едва ли не первоочередная задача в настоящее время, считают организаторы уроков памяти, преподаватели и воспитатели лицея. Именно эту цель преследует и дочь Мариат Инусовной Жанна Хомукова, которая переняла от матери благородный аристократический дух. Она восстановила 6000 имен без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны. Ни одному историку это не удалось. В принципе, если бы она оформила это как диссертацию, она могла бы стать ее метод восстановления имен без вести пропавших солдат времен Отечественной войны, мог бы стать очень таким востребованным. Она могла бы получить степень любую, может быть, даже доктора наук, потому что сделан огромный труд. Причем этот труд она сделала не только для какой-то, начала, конечно, своей семьи, но она для всех жителей Карачао-Черкесии, независимо от их национальной принадлежности. Да что Карачао-Черкесии? Всех жителей Северного Кавказа. Такие личности, как Марят Черкесова, становятся примером для подражания. И когда молодое поколение изучает историю, в сердцах старшего теплится надежда, что достояние народа не будет утеряно или забыто. Фатима Дорова, Зарема Карданова, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok